Вот такие диоды. Они стоили 10 штук, 3 с чем-то евро. Такие вот диоды. Стоили 5 с чем-то евро. Наверное, эти поделка. Вот они, 5 штук. Вот они 6,35 евро стоили. Вот эти вот, вот эти 3 евро стоили. 160. Вот какой продавец. Вот такой. Вот 5 штук. К сожалению, этот товар теперь недоступен. Но эти что, 6 евро стоили? Вот я собрал из них диодный мост и они сильно греются и выпрямляют нехорошо. Они даже хуже, чем вот эти, которые 3 евро стоили. Их было 10 штук. И вот эти лучше. Они и дешевее, и их больше и лучше. Но продавец уже смылся, потому что поделку продал очень нехороший. Уже этот товар недоступен. что пьетзы негативно нельзя было написать. Покажу, как они работают. Вот лампа сперва горит ярко. Потом она все начнет, яркость уменьшаться, уменьшаться. На камере может и не очень видно. Вот уже совсем слабенько горит. Теперь они очень горячие должны быть. Да, очень горячие. Тут выдержать нельзя. А диодный мост вот из этих диодов, они только теплые. И так яркость не падает. Которые 3 евро 10 штук стоило. Хоть у них и название какое-то похоже. Фальшивое, но они все равно лучше. Которые 3 евро стоили. Вот у них. Д-160А. ЦАСД-160А. Таких, наверное, даже нигде нет. Так что не все, что дороже, то лучше. Вообще-то есть вот такой вот. 500 Вольт 10 АПР. Вообще-то есть. 160 и двух, что нет. А вот эти что? Очень греются сильно. Эти очень хорошие. Вот они. Это вот такое название. Это 3-й генерейшн Тин-Ку какой-то. Очень хорошие диоды. Поэтому я думал, что они очень хорошие. Поэтому они дороже. Но не значат. Но на самом деле они хуже еще. Очень нехорошая поделка. 10 АПР и 60 Вольт. У них как бы падение напряжения 1,5. При 5 АПР и 1,5 Вольт. Попадение напряжения. У этих при 5 АПР даже поменьше чуть-чуть. Вроде бы эти лучше. Вот так extremely fast switching. То есть у них очень быстро. Тут 0 Reverse Recovery, 0 Forward Recovery. Это означает, что они тоже очень быстро переключаются. Что нажимаем. Нет никаких потерь при переключении. А теперь поставил те, которые 3 евро 10 штук стоило. Те, которые... Это тут можно подождать. Яркость не будет протянуть. Вот эти снял. А нет. А нет. Яркость не будет протянуть. Вот это все. Так. Вот это все. Вот это все. Вот это все. Продолжение следует... Вот тут яркость не просинает. Вот тут еще вот эти тоже хорошие, но они 200 вольтовые. Это тоже как бы шутки. Ну, в общем, яркость не просидает. Если просидает, то очень незначительно. Она тихо, она так же просидает примерно, как и на ГР504. Где-то у меня... Вот я проверял ГР504, они 400 вольт и 3 ампера. То на них тоже. Сперва так вроде бы и неплохо горит, а потом начинает просидать яркость. И они начинают нагреваться. И их быстрота падает. Но они еще слабый ток, может у меня держать 3 ампера все. Поэтому у них падение напряжения больше. При 3 амперах. Или при 1 ампере. Но, наверное, они из-за скорости начинают греться. Их тогда скорость падает. Происходит больше потери на переключении. Вот яркость. Как бы не просидает. Может, немножко и просидела. Но трудно это заметить. Но они тоже вообще-то горячие. Вот эти, что без радиатора. Нельзя удерживать. Но все равно яркость не так сильно просидает, как на тело. Традистры вообще очень горячие. А вот эти могут еще меньше греться. Естественно, потому что они 200 вольтовые. Вот они уже остыли. Опять включу. Теперь мы поярче, наверное, немножко горим. Потому что остыли. Пока. Пока. Убедение.